Великий вторник, второй день Страстной недели, особого периода в календаре Православной Церкви. Страстная неделя посвящена молитвенному воспоминанию последних дней земной жизни Иисуса Христа. Первое богослужение Великого вторника – утрення. Утрення Великого вторника, так же, как и утрення предыдущего дня, начинается пением проникновенного молитвословия «Се жених грядет в полунощи». В основе песнопения лежит притча о десяти девах, пять из них оказались неразумными и потому не были допущены на свадебное торжество. Мы молимся Богу, чтобы не оказаться в таком печальном положении и не остаться за порогом Царства Небесного. Затем священник читает отрывок из Евангелия от Матфея. Апостол Матфей рассказывает нам о том, как противники Христа, фарисеи и саддукеи, попытались опозорить его перед народом. Саддукеи, не верившие в бессмертие души, рассказали Спасителю историю женщины, у которой было несколько мужей. Соперников Христа интересовало, чьей супругой в итоге эта женщина осталась. Спаситель дает на данное вопрошение мудрый ответ, указывает, что в Царстве Небесном человеческие законы невластны. Искушают Христа и фарисеи, знатоки закона Моисея. Между ними постоянно шли споры, должны ли иудеи слушаться римских чиновников. Спаситель и в этот раз проявляет свою божественную мудрость, призывает отдавать Кесарю Кесарева, а Божие – Богу. Преодолев искушение, Христос начинает обличать фарисеев и саддукеев, указывает, что вся их мудрость имеет только одну цель, а именно замаскировать отсутствие любви. Затем на часах мы слышим чтение из книги пророка Иезекииля. Мы слышим повествование о таинственном видении, во время которого Иезекииль видел Бога, выседавшего на колеснице. Эту колесницу везли таинственные животные, на самом деле ангелы-херувимы. Каждая из них является символом одного из четырех апостолов-евангелистов. После часов начинается служение литургии преждеосвященных даров. Мы слышим чтение из книги «Исход» и историю о страданиях праведного Иова и вновь задумываемся над глубокими ассоциациями. «Смерть Христова явилась освобождением от рабства греху, смерти и дьяволу. Она стала нашим великим исходом из тьмы и сени смертной в царство Божьей правды и истины». Пример праведного Иова, претерпевшего страдания на грани человеческих сил, показывает нам, что руки злых людей сознательно сделали с Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом. Затем священник читает отрывок из Евангелия от Матфея. В нем повествует сначала о страшном суде – событии, которое завершит собой историю человечества. Спаситель второй раз придет на землю для того, чтобы определить судьбу людей. Звучит также притча о талантах, то есть о больших суммах денег. Одобрение от Господина, то есть от Бога, заслуживает тот слуга, который получил пять талантов, отдал их в дело и приобрел еще пять талантов. Под осуждение подпадает раб, спрятавший свой талант. Господина возмущает его бездействие, что указывает на важное обстоятельство. Перед каждым человеком существуют только два варианта развития жизни. Либо ты деятельно любишь Бога и людей, либо ты не любишь никого. И бездействие – явление второго типа. Бездействие делает человека похожим на раба, закопавшего талант. И этой участи мы призваны избежать.